всем огромный привет меня зовут алина и я безумно рада видеть вас на своем канале и в этом году я иду в 10 класс рекомендую досмотреть этот ролик до конца потому что он будет невероятно интересным и полезным для всех десятиклассников и не только в этом видео также вам расскажу какие предметы я буду сдавать на егэ готовлюсь ли я сейчас вообще стоит ли готовиться и примерное направление куда я хочу поступать и так вообще сегодня еще 31 августа еще летом короче сейчас я хочу рассказать небольшую информацию о завтрашнем первом сентября и почему же я снимаю именно сегодня 31 августа не завтра будет линейка в разное время то есть 1 10 11 класс у них линейка раньше всех она будет 9 утра в школе мне нужно быть вообще 8 50 соответственно вставать 6 это я если честно сомневаюсь успею ли я до конца себя привести в порядок у остальных классов она будет в 10 утра и в 12 дня я помню как прошлом году у меня была линейка в 12 дня это было невероятно удобно а сейчас мне придется не высыпаться завтра мы придем на линейку на это торжественный потом у нас будет один классный час не будет никаких докладов цена макра классные наш новый классный руководитель просто расскажет кое-какую информацию о нашем обучении что нам предстоит также нам надо дали подписать кое-какие бумаги которые мне нужно не забыть завтра занести в школу и все в принципе это на самом-то деле очень удобно никакой лишний болтовни просто сходим линейку классный час и домой самое неудобное тут даже есть две самые неудобные вещи первое это то что мы забираем учебники завтра то есть я пойду на каблуках и буду нести учебники их не так много в 10 классе и даже мало особенно если у вас разделение но все равно это пипец как неудобно очень удобно будет нести эти учебники обратно домой и второе неудобство увидеть погоду на завтра короче буквально вчера позавчера стояла жара 34 градусная а уже сегодня наступила полная осень на улице такая холодрыга я убрала окончательно все летние вещи платье потому что я сомневаюсь что теперь они понадобятся завтра обещают 15 градусов дожди и я сегодня ходила в ветровке и было 23 градуса мне было очень холодно а завтра 15 и если вы смотрели видео моих образов в школу вам рекомендую его посмотреть там очень классный стильный аутфит в школу если у вас и свободная форма одежды и строго тоже по-моему подойдет это видео в общем там есть мой образ на 1 сентября который я вам завтра покажу и суть в том что она очень не для холодной погоды очень открытая и я не знаю как я завтра в принципе пойду на эту линейку вроде хочется выглядеть красивой но в то же время я там сто процентов задубею вот прям я уже заранее придумала свой макияж прическу а также таки образ и думаю увидимся завтра сейчас мне нужно успеть сходить в ванну помыть голову и время сейчас пол одиннадцатого а вставать мне в 6 если не раньше в общем предлагаю уже быстро бежать просто в кровать и до завтра все спокойной ночью короче вот дела на завтра теперь посмотрите время до легла пораньше всех с первым сентября так и Итак, всем доброе утро И сейчас с 7 метра мы наконец-то приступаем к моему макияжу У меня просто грандиозные планы на этот макияж Я его буду очень, наверное, долго делать Поэтому давайте уже приступим Понимаете? Спустя 47 минут я сделала макияж И до конца губы я сделала прямо перед выходом Вот такие вот у меня глаза получились Такой вот макияж глаз Мне очень нравится, уложила брови И сейчас время без 5.8 А 8.35 я хочу быть уже готова Чтобы 8.40 пойти, сварить уже на линейку И мне осталось привести в порядок Только свои волосы Именно их накрутить Я уже поставила плойку И буду делать такие легкие кудри Давайте начнем, иначе вообще не успею У меня еще стоп уже красится Потом еще надо одеться Ура, я просто наконец-то до конца докрасилась Сделала кудри И буду сейчас одеваться и уже выбегать Потому что время 8.32 Встречаемся мы с Варей в 8.40 И она сказала, что на улице нереально холодно Но я ничего брать не буду Потому что лучше я потерплю Зато будет красиво Короче, все, я наконец-то готова Я вообще изначально не так хотела идти Я вместо вот этого водолазки, блузки Должна была быть черная майка на тонких бретельках Вот там холодно Вот туфли мои Блин, вообще красота Буду сейчас там стоять и мерзнуть 8.45 Через 5 минут надо вообще быть на дворе школы Я только еду в лифте Но зато я полностью все привела в порядок Красота Надеюсь, мои кудри не упадут Мне холодно Сумка Гуччи Сумка Гуччи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Я вернулась с линейки с первого сентября, так сказать. Просто наконец-то, мой образ вы уже видели, мне безумно нравится, я думала от холода и влажности пудри, которые накручены на плойку, упадут, потому что обычно так оно было, но я не знаю, что с моими волосами. Пудри держатся, такие легкие, красивые. Вот так вот, какую информацию я узнала? Я много чего узнала, и на самом-то деле есть и хорошая информация, и плохая. В общем, у нас как бы будет один десятый класс, и в прошлом году было два десятых, то есть десятый А, десятый Б, в этом году просто чисто один десятый А, но будут там два направления, гуманитарные и естественно научные. В одном там упор на историю, общество английский, а в другом на химию, биологию и так далее. Мы сегодня пришли на эту линейку, я думала, я там замерзну, первоначально было реально холодно, а потом мое тело привыкло, встретили этих первоклашек, такие маленькие-менькие попсики. Потом пошли на классный час, и нам не выдали, к сожалению, сегодня учебники, а может быть и к счастью, завтра у нас полный рабочий день, и мы идем в школу без учебников. Что еще могу сказать? Нам обещали, что не будут физики в гуманитарном классе, но у нас будет один час информатики, один час биологии, и то, что я вообще никак не могу принять, это один час физики. Я ее три месяца назад отпустила, реально я отпустила физику, я сожгла тетради буквально в смысле по физике, а тут прикиньте, в 10 классе опять делать упор на физику, опять учить эти термины, теорию, решать задачи, а еще в учебном плане я предусмотрен самостоятельно, я не знаю, что делать. Есть целый документ, или же я вот здесь вам распишу, какие у меня предметы будут, и сколько раз в неделю. Отдыхать в 10 классе я особо не собираюсь. Что мне очень нравится, будет история 4 раза в неделю в губленном уровне, это очень классно. Вот завтра у нас полноценный рабочий день, 5 уроков, если честно, я не помню, вот расписание. Вот так, вот завтра нам вынут эти учебники, сказали 10 класс, вот последний момент. И думаю, не будет завтра что-то сложное, думаю, на каждом уроке будет что-то лайтовым, будем просто болтать с учителями, потому что все-таки первый учебный день, пятница. И завтра, наверное, так же пойду, только не на туфлях, а в кедах, а может и в туфлях пойду, честно, я не знаю. Просто ноги немножко устаю стоять. В этом году хочу сделать акцент на волейбол, потому что в 9 классе я немножко забросила эту затею в школе, потому что репетиторы, и из-за репетиторов я просто не успевала на тренировке по волейболу и как-то отстранилась от него. В этом году нет, я спортгерл. Спорт, жизнь, жизнь это спорт. В принципе, я довольно классом. Прикиньте, мы, короче, хотели сесть на вторую парту первого ряда, и вообще мы хотели, чтобы на первом ряду сидел чисто наш класс, чисто бывший девятый А, девять наших человек. Вообще так не получилось. Мы с Варей аж сели на предпоследнюю парту третьего ряда, это вообще, это очень далеко. И мы договорились с одной девочкой пересесть, потому что у меня плохое зрение, и в принципе это реально очень далеко, неудобно сидеть там. А еще, короче, такую штуку ввели, якобы по понедельникам мы будем приходить в 8.15, будем стоять около школы, пить, пить, именно пить, петь гимн России, поднимать флаг. И еще у нас потом будет первый урок в 8.15, внеурочная деятельность, говорим о важном, разговор о важном, в общем, я думаю, вы слышали о такой штуке. Если честно, я не очень рада. Что мне надо делать? Вот, завтра история, самая важная, мой любимый предметик. И, если честно, я за лето все забыла, мне обязательно нужно все повторить. Короче, надо все повторить, обязательно. Сейчас я уже пришла домой, я сейчас и в школе мало снимала, потому что, ну, как-то не особо ничего интересного не было. Сейчас у Ксюши линейка началась в 10 утра, а у меня в 9. Они сейчас закончатся своими классными часами, она приходит домой, и мы пойдем в МАК и в БК. Просто, наконец-то, будем отмечать. И в этом году я не буду с подругами, потому что они там со своими. Поэтому я просто пойду с Ксюши. Скорее всего, сидеть в БК мы не будем. Я хочу, возьмем с собой и будем вот так вот отмечать. Блин, я так хочу есть, вы просто не представляете. Мы еще в последние некие зашли к своему бывшему классному руководителю, потому что он у нас не остался, у нас другой теперь учитель. Мы там с ней пофотографировались, поболтали о жизни, так сказать. Самое главное, что я вам забыла рассказать, это то, что в этом году в соседней школе будет проходить капитальный ремонт, и они будут ходить в нашу школу со своими учителями и учиться полгода во вторую смену, если не больше. А в следующем году, то есть в 2020, в среднем году, когда будут заканчивать 10 класс и переходить в 11, в нашей школе будет капитальный ремонт. У нас есть два корпуса, которые соединены между собой. Один построен год назад, он прям супер шикарная новая школа, а второй старый корпус, где учатся, там старший класс, начиная с пятого. И там тоже будет капитальный ремонт, он будет в 2023 году. Это знаете, что означает? То, что мы будем ходить в соседнюю школу и учиться во вторую смену. То есть, представляете, у нас будет ремонт капитальный в школе, и за этого полгода, если не больше, мы будем ходить в соседнюю школу и учиться во вторую смену. Я, честно, не представляю вообще, как это будет, потому что все репетиторы, с которыми я занимаюсь, получается, уже год, которые будут готовить меня к ЕГЭ, они также преподают в колледжах, и утром у них пары. И то есть, принять они меня утром не могут. Как учиться во вторую смену? Я не понимаю. Это учиться в чужом здании, учиться во вторую смену, идти далеко, и с репетиторами вообще непонятно, что делать. У меня, знаете, не школьная жизнь, а сплошной сериал. Каждый день какие-то новые штуки. Ну, блин, я на себя насмотреться не могу, особенно сзади. Мне так нравится этот образ. Я, наверное, так же завтра пойду. В общем, все, я уже переоделась. Вот так вот пойду. Я замерзла, потому что, я говорю, на улице уже прям такая глубокая осень, очень холодно. Мы с Ксюшей сейчас пойдем отмечать, не с подружками, а с Ксюшей. Отмечать пойдем вредные пищи. Там свои планы. Они идут есть вредную еду. Ты первый. Ты первый? Да. Спасибо. Короче, взяли два пакета. Один из Бургер Кинга, один из Мака. Взяли мороженое бабушке, она пошла его относить Ксюше. А еще взяли куку-куку-куку, которую я только что благополучно разлила. Сейчас Ксюша придет и меня убьет. Как вы и догадывались, Ксюша меня решила убить. И вместо того, чтобы пойти в теплый дом и кушать, мы идем обратно в БК. За мой счет покупать новую колу. Короче, довольный ребенок с новой колой. За мой счет. Прикиньте, выказываешь, что Ксюша у меня так классненькие такие. О, привет, Ксюша, ты что, с мамкой? Короче, да, я. Да, я мать, и я умею танцевать. Бизнес-румно. Я ее мать. Итак, собака тоже хочет мак. Но нет, короче, обзор. Мы просто Ксюшу хотим распределить. Ой, какая вкуснятина. Как же это все достать? У нас стандартная картошка фри. Потом у Ксюши чизбургер один. Потом еще бургер. Гамбургер. Это все Ксюшина. Сырный соус Ксюшин. Сырный соус мой. И ролл. Ролл со стрипсами. Это мое. Нам зачем-то еще трубочку положили. Еще одну. И вот здесь вот находятся просто чисто два чикенбургера. Ура, вот это все мое. У меня живот просто выворачивает. Потому что в последний раз я ела в 6 утра. Сейчас уже 2 часа дня. Сейчас включу, постучу в мою дверь. И буду вместе с Бонечкой наконец-то обедать. И потом я вам расскажу про свои дальнейшие планы на сегодняшний день. Короче, нам завтра вместо физики поставили скульптуру. Поэтому сейчас иду с мамой по магазинам. Не знаю, посмотреть какие у нас лосины. Обзор покупочек. Купила обычные черные лосины. Сейчас мы это вместе с вами все примерим. И оверсайз майка. Это, короче, одна Ксюша черная. А я взяла себе белую. Короче, все супер. Такая вот майка. Итак, ребят, я уже отдохнула. Полежала в кровати. Посидела в телефоне. И сейчас хочу написать цели на этот учебный год. Нужно поставить конкретные цели. Потому что меня ждут впереди 2 самых важнейших, мне кажется, года в моей жизни. На самом деле дома невероятно холодно. Прям я чувствую, сейчас как будто зима. Поэтому оделась в худи. А забыла рассказать, как я и обещала, про то, какие предметы я сдаю. Мое направление. Я собираюсь на ЕГЭ сдавать то же самое, что и на УГЭ. Это история общества знаний. Ну и как обязательно русский математика. Направление, которое я выбираю, это юридический, юрфак. Что-то с этим связанное. Вот. Ближе разбираться в этой теме. Потому что там же куча отделений в этом направлении. Юрист, консульт, адвокат, нотариус и так далее. Это я буду не сейчас. Поэтому давайте начнем повторять историю. И все. В 10 вечера у меня поставлен будильник. Я буду уже ложиться спать. Приготавливаю там рюкзак, различные вещи на завтра. Кстати, я рюкзак сдала в ремонт. И мне завтра нужно идти с рюкзаком. А у меня нет рюкзака. Его не сделали. И все. Буду уже ложиться спать. Я хотела всех поблагодарить за просмотр этого видео. Вот так вот прошло мое 1 сентября в 10 классе. И в этом году, как и в последующем, я буду записывать очень много видео касаемо учебы. Это будет и стадия в МИИ, и будет не старшеклассница. Что-то в этих рубриках. Поэтому, если вы любите такой формат, советую вам подписаться. Будет поменьше влога, потому что по результатам опроса влоги вам не очень заходят. Но они все равно будут, кому они нравятся. Поэтому я сейчас, если честно, очень устала. Целый день толком ничего не сделала. Но у меня дико разваливается голова. И вообще завтра полный рабочий школьный день. В общем, всех люблю, целую, обнимаю. Всем до следующего видео. Пока.